Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Андрей Хорев и это канал Футбол Эта Живы. Сегодня мы с вами закончим групповой этап Лиги Чемпионов. Сегодня у нас группа G, где Монако, Башикташ, Порто и Лейпциг. Ну что же, я считаю, что из этой группы пройдет Порто и Монако. На первой строчке, скорее всего, будет Монако, на вторую Порто, на третьей будет Башикташ и Лейпциг, вылетит. Так. Ну что же, поехали. Первый матч у нас Порто и Лейпциг. Итак. Итак, отлично, Порто забивает на 17-й минуте. Бернардо получает желтую, Перейра. Суара сделает дубль. Брахимин забивает, делает счет 3-0. Андре Андре забивает и делает счет более разгромным 4-0. Монако и Башикташ. Это очень будет интересный матч. Итак, Тошич, это не тот, который в СССР играет, получает желтую. Баппе, Кельян, Баппе забивает первый гол перед перерывом. И Жоу Маухиня ставит точку 2-0. Победа над Шикташем. Итак, вот теперь вот все мы с вами поймем, какую строчку займет или Монако, или Порто. Потому что сразу будет все примерно понятно. Суарес забивает. Данила Перейра получает желтую. Ну что, Монако нужно просыпаться и идти вперед. Ну что, скорее всего, это поражение. Хотя нет, Фалькао отлично вступает. И ничья у нас 1-1, так что еще ничего не понятно. Хотя вот этот гол спас как раз задницы игроков Монако. Башикташ и Лейпциг. Отлично, Андрес Анталийска забивает. Кейта сравнивает счет. Андрес Анталийска забивает дубль. Куарежма, Поулсен. Куарежма уже так 3-1 вывел, но Поулсен все-таки такой полегче. Эркиин, 84-ая минута, это разгром такой. Ну, для Башикташ это 4 мяча, это хорошо. Но все-таки 2 мяча пропустили. Порто против Башикташ. Давайте посмотрим на турнирную таблицу. Порто, Монако, потом у нас идет Башикташ и Лейпциг, 0 очков. Лучший бомбардир это у нас Суарес. Потом идет Андрес Анталийска, ну и Куарежма. Итак, Порто против Башикташ. Андрес Сильва забивает. Данило Перейро получает желтую. Суарес забивает. Делает счет 2-0. Марселу не тот, который в реале получает травму. Эркин забивает, но и уменьшает небольшое преимущество. Итак, Монако или Лейпциг. Лемар получает травму на 11-й минуте. Замены пока что нет. Ну что ж, голы-то нам нужны. Бакайокко забивает. Еще на этом 1-0. Вестевая победа Монако. Отлично. Порто, Монако, Башикташ и Лейпциг. Лучше всего также Суарес, Эркин и Талиско. Лейпциг против Порто. Посмотрим, сможет ли Лейпциг отобрать первые очки для себя. Суарес снова забивает. И перерыв. Так, и остался 1-0 в счет. Ну это очень, друзья, скучный матч. 1-0 на 9-й минуте. Понятно было, что Порто выиграет. Итак, Монако или Башикташ. Лемар все-таки получил серьезную травму. Фалькао на замене. Абубакар забивает. Эркин получает удаление. И теперь Монако, ну просто должны забивать. Это будет крупная потеря очков для Монако. А ведь я поставил, что Монако выйдет вперед в группе. Азьякуб промахивается с пенальти. Ну что же, это потеря очков для Монако. Обидно, конечно. И теперь Порто, Монако и Башикташ. Лучше бомбардироваться также Суарес. У него аж 5 ничей. И матч Башикташ-Порто. Посмотрим, сможет ли Башикташ также отобрать очки у Порто. С Монако получилось. Андрес Анталийска получает травму. Сразу же его меняет. Алекс Телес. Все, не удастся у Башикташ отобрать очки. 1-0 победа Порто. Ну вот, все-таки Порто становится чемпионами. Группы уже точно. Так что, вот моя ставочка не зашла. Итак, Монако и Лейпциг. Мбаппе забивает. Великолепен Киллиан Мбаппе. Второй уже гол его. Керард забивает. И победа для Монако 2-0 пока что. 3-0. Глик делает еще 4-0. Все, крупная победа для Монако 4-0. Замечательно. Итак, ну правда может сейчас Монако, если... Ну там, давайте сейчас посмотрим. Если, конечно, обыграет 2-0. Ну, плюс 2 мяча, если обыграет Порто. Монако, если обыграет плюс 2 мяча Порто. То тогда это будет победа для Монако в этой группе. Поехали. В предыдущем матче это была ничья. 1-1. Брахимия забивает теперь и Монако, чтобы с первой... Все уже. Все-таки Порто с первой строчки. Потому что сейчас нужно было бы Монако забивать 4 мяча. Но Суаре сделает же 3-0. И поэтому все. Этот разгром дал себе знать для Монако. Ну все, Башиктаж уже точно в Лиге Европы. Даже несмотря на встречу с Лейпцигом. Ну что же, Тима Вернер, обладатель золотой миндали Кубка Конфедерации, вылетает просто из Лиги Чемпионов Европы в этом сезоне. Ну что же, пока что Лейпциг может заполучить свою первую победу. Первое очко. Ну вот Тасун забивает. И все. Первое очко для Лейпцига это ничья в шестом туре. Лучший голкипер это Икер Кассилиас. Лучший игрок это, естественно, Суарес. Суарес 7 мячей в шести матчах. Ну что же, вот так вот. Порто 6 матчей 16 очков. Монако на втором строчке 6 матчей 10 очков. Башиктаж 7 очков. И Лейпциг 1 очко. Ну что же, Порто и Монако проходят дальше. Сейчас это видео сразу войдет в сеть. И начну снимать заключительную группу H. И потом мы с вами уже поговорим о плей-оффе в серии с группой H. До новых встреч, друзья. До свидания. Продолжение следует.